Здравствуйте! Ну что же, закончилось, точнее заканчивается момент, когда я записываю видео заседание Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по регистрации кандидатами в президенты, граждан, которые собрали либо не собрали определенное количество подписей. И можно подводить первые итоги. Начнем, скажем так, с Цепкала. Цепкала предсказуемо не зарегистрировали. Насколько это будет иметь эффект в дальнейшем, я пока что сказать затрудняюсь, но снова-таки, как я и говорил в более ранних видео, Цепкала списывать со счетов рано. То есть, я думаю, что Цепкала все-таки стартанет чуть попозже уже с политическим проектом под парламентские выборы. То есть, Цепкала, он остается в политике в той или иной постаси, по крайней мере, на ближайшие пять лет. Как один из факторов. Если, естественно, он сам не решит самоудалиться и заняться чем-то своим. Бабарыка. Самое интересное. Вопрос Бабарыки, это действительно был вопрос большого торга. Судя по тому, как говорили и какова риторика была у представителей ЦИК, то есть, как минимум с Российской Федерацией договориться Бабарыка не получилось. Потому что, ну, например, пассажи о том, что сотрудники Белгоспромбанка участвовали в работе команды Бабарика в процессе сбора подписей. То есть, с точки зрения, например, политологии, с точки зрения оценки и просто влияний скрытых, это да, это может быть. Это можно связывать с Газпром. Но с точки зрения именно избирательного кодекса, прошу прощения, тут просто вопрос прямого финансирования либо прямого участия иностранных организаций. То есть, в данном случае ситуация, озвученный фактор российского влияния, либо российского присутствия, это означает только одно, что с Россией какого-то компромисса пока нет. Но, в принципе, это видно по визитам Лукашенко в Москву, где, по большому счету, никаких подвижек не было. И это видно по продолжающимся спору с Газпром. То есть, в данном формате, я думаю, что дело Белгазпромбанка будет раскручиваться дальше. Причем, я не уверен, что оно будет фокусироваться далее именно на Бабарика, потому что тут вопрос именно как раз-таки Газпрома и Белтрансгаза Беларусь. Потому что Трансгаз Беларусь-Газпром, точнее, как он сейчас называется, бывший Белтрансгаз. Тут интересная вещь, потому что если смотреть, например, объем активов Белгазпромбанка, то интересно, что как раз-таки Белтрансгаз за примерно неделю до ареста Бабарыка и до начала проблем, он вывел практически всю свою наличку из банка. То есть, ребята о чем-то догадывались. Это, кстати, тоже может свидетельствовать о том, что не все так просто в этом деле с точки зрения, я не говорю белорусской избирательной кампании, с точки зрения отношений с Российской Федерацией, с точки зрения споров и какого-то там противостояния. Поэтому Бабарыка, увы, будут прессовать дальше. Вопрос просто, насколько в данном случае команда этого кандидата, она сможет использовать либо улицы, либо другие методы для защиты своего лидера. Тут есть тоже свои вопросы, свои проблемы, потому что с одной стороны можно быть интересным лидером, но вопрос организации уличных протестов тут это несколько другое. Ну и дальше для людей телевизора, то есть белорусское телевидение, дальше запустится, вырезать свою чернушку. Вот поэтому фирмы будут появляться все дальше и больше. Единственное, что по этим фирмам, тут меня будет интересовать только одно. На каком этапе и появятся ли данные о транзакциях, именно не самого Бабарыка, а о транзакциях Газпрома и Белтрансгаз, а теперь это Трансгаз, Газпром, Беларусь, в латвийский ABLV банк. То есть это как раз таки то, что стало спусковым крючком, та информация, которая послужила, как говорится, началом. Это по большому счету основной массив расследования, которое ведется в Республике Беларусь, но по отношению как минимум к самому банку, а не к Бабарико. Вот поэтому тут будет интересно и это посмотрим. Но снова-таки Бабарико остается в политике, потому что независимо от того, его посадят или нет, а это в нашем случае не имеет никакого отношения к правосудию, это скорее просто политическая воля одного отдельно взятого человека, то это будет либо создание новой компании, либо же нового имиджа, как та же самая Юлия Владимировна Тимошенко в Украине, потому что напомню, что она начала политическую карьеру как раз таки с отсидки. Ну, по делам тоже связано в принципе с Газпромом, то есть на тот момент по энергетическим контрактам с Российской Федерацией, еще во времена Кучма. Ну, поэтому Бабарико он остается в белорусской политике. Далее, интересна была регистрация остальных кандидатов, то есть по Дмитриеву указали на его молодость, заявили, что он же ветеран, мол, политических проектов и политических компаний, вот мол, какой он молодец, как качественно собрал подписи и так далее. На этом, если смотреть трансляцию на Ютубе, то было интересно наблюдать в первую очередь за комментариями, то есть шла достаточно большая волна гневных комментариев, призывов выйти на площадь. И вот тут начинается самое интересное, выступает Дмитриев с четырехминутной такой промовой, где говорит о том, что я вот, голосуйте за меня, когда меня выберут, я обязуюсь провести еще одни президентские выборы, там очередные, там так далее, что сейчас вопрос за изменения, выражает солидарность Цепкало Бабарико с Тихановским. И комментарии меняются достаточно много, и Дмитриев пытается и будет дальше себе пытаться подать, как фактически символ вот такой солидарности, символ протестного голосования. То есть он будет пытаться собрать вокруг себя все протестные голоса, и на этом построить компанию. И в принципе построить компанию не за себя, а против, ну в данном случае, либо против Лукашенко, либо за изменения просто во власти. Как у него это получится, я очень сильно сомневаюсь, хотя Дмитриев может выглядеть убедительно, но опыт предыдущих компаний он тоже о многом говорит. Поэтому в данной компании, если мы говорим о дальнейшей гитации и так далее, Дмитриев это по большому счету такой аккумулятор протестного голосования, который будет направлять его, либо протестных настроений, которые будут направлять его в управляемое русло. Теперь идем дальше. Госпожа Конопадская. Госпожа Конопадская кратко поблагодарила, там все было прекрасно, хорошо и чудесно в беседе и в диалоге с Центральной избирательной комиссией. Она не зря сделала пассаж в сторону Европейского союза стандартов АБСЕ и так далее. То есть учитывая, что госпожа Конопадская во время своей каденции в парламенте, она в принципе во многом в том числе участвовала в контактах с европейскими структурами, то скорее всего в данной кампании госпожа Конопадская будет вести себя, с одной стороны, да, естественно, как оппонент Лукашенко, она будет говорить о новой повестке, о необходимости реформ Беларуси и так далее и тому подобное. Но основная ее ключевая роль в создавшейся системе и почему ее зарегистрировали, и я не буду говорить она сознательно, несознательно, по указке, либо не по указке, но основная ее роль в данной политической конфигурации это коммуникация в первую очередь со странами Европейского союза и продвижение теннисов в том, что ну все нормально, давайте посмотрим, демократия есть, альтернативные взгляды есть, то есть вот не будьте так строги в оценках белорусских выборов. Поэтому в принципе Конопадская она свою роль такую выигрывает. Интересна была позиция господина Черешня, потому что там это отдельный анекдот. Я напомню, что снова-таки если верить онлайн голосованию, то есть помню, с одной стороны технологии 3,97%, с другой стороны технологии господина Черешня, то есть Черешня это один из людей, у кого подписей в результате оказалось больше, чем он сдавал, но об этом факте, кстати, он не указал, он спокойно получил удостоверение кандидата в президенты, и тут очень интересная была отсылка к господине Ермошенко, что ну вы же советовали со своими избирателями. Я напомню, что по крайней мере первые дни опроса, которые запускала Черешня, большинство говорило, что снимайся. Что говорит господин Черешня, цык, он говорит, ну большинство моих избирателей сказало, иди, я буду идти. То есть по большому счету это еще один такой резервный вариант, спойлер, который будет отбирать часть, скажем так, часть протестного голосования, но Черешня был более лаконичен, он сказал, что это просто слов нет от того, что происходит в Беларуси, но скорее всего это не то, что старая домашняя заготовка, я думаю, что просто он будет формировать свою компанию, исходя из того, какая конфигурация дальше сложится, потому что он был не уверен в регистрации об этом чуть дальше господи Тихановской. Ну и соответственно реакция Черешня это подхват тех, кого не охватывает Тихановская, не охватывает Дмитриев, это забегая вперед. Теперь самое интересное по регистрации господи Тихановской, то есть естественно цыку на фоне, ну скажем, достаточно жесткого обхождения сцепкалого барыка необходимо было продемонстрировать демократичность и необходимо было продемонстрировать, как бы так сказать, добрый подход, либо же добрые глаза у людоеда. Соответственно, что и было сделано, потому что если слушать там госпожу Ирмошина, которая говорила, что да, ну вот видите, в декларации есть какие-то несовпадения, но да, у госпожи, у Светланы Тихановской сложность жизненной ситуации. Поговорили о доме, то есть это, напомню, там старенький домик, с которого началась легализация Тихановского в Беларуси, якобы для агроусадьбы. Вот поговорили об этом доме, что она не указала ее в декларацию, но со всеми бывает и так далее и тому подобное. Самое забавное, помните ролики по БТ про 900 тысяч баксов в целлофановом пакете, то есть про эти деньги никто не вспоминал. Это тоже, скажем так, такая небольшая ремарочка к тому, что происходит в регистрации кандидатов президента, потому что, по идее, должны были бы либо сказать, что, господа, эти деньги не Тихановских, то есть они подкинуты, либо эти деньги Тихановских, ну в таком случае, когда они заработаны, где они в декларации. Не сказали ни того, ни другого, то есть, ну, как говорится, ну их просто нет. Ну, это еще одно свидетельство о, скажем так, качестве работы, ну, в принципе, идеологической машины. То есть, если внимательно следить за деталями, то всегда можно найти места, где система просто пробуксовывает, либо допускает глупости. Это, кстати, то, о чем я пытаюсь говорить в каждом своем видео. То есть, где-то не говорить, что, как говорится, все просто ужасно в речете ада, ну, даже если ты понимаешь, что с той стороны плохо, ну, необходимо просто искать, где можно по этому плохому ударить, в каком месте. Потому что, если ты будешь рубиться в лоб, ну, лоб можно расшибить, ну, а рядом может быть просто открытая калитка. Поэтому, как бы там ни было, это такое было лирическое отступление, но дальше была просто очень милая беседа, и дальше было забавно, вот, как говорится, это не то, что говорочка по Фрейду, но забавный подход о том, что госпожа Ермошина заявила, ну, почему, мол, не было зарегистрировано это домовладение, причем сказала об этом домовладелец, что проверяли там травка, кость, домик выглядит хорошо, мол, вообще, как это все прекрасно. И есть два варианта было, что либо это было специально, чтобы мы не зарегистрировали, либо это была человеческая ошибка, которую, мол, муж, который находится далеко, не мог поправить. Поэтому давайте принимать решение. Ну, и в результате приняли решение зарегистрировать госпожу Тихановскую. Ее выступление было достаточно интересным с точки зрения подходов, то есть она поблагодарила Дмитриева, она поблагодарила свою команду, ну, и на этом, по большому счету, все. То есть это как раз-таки слабое место Тихановской, публичное выступление, ну, и второе слабое место, это то, что осталось от ее команды по состоянию на сегодня, потому что, напомню, если смотреть количество людей, которые на сутках, то, по большому счету, ядро команды, ну, Тихановская, которая создавалась фактически сама команда на коленках, оно в значительной мере сейчас на отсидке. А те, кто остались там, ну, по той информации, что у меня есть разбивка на несколько групп, то есть, как говорится, ближний круг более дальний, и вопрос просто в ступени влияния от тех или иных групп на саму Тихановскую. Поэтому, с точки зрения публичных выступлений, с точки зрения того, что базовый ее электорат, он совпадает с базовым электоратом Лукашенко, то есть это идеальный спаминг-партнер для Лукашенко по состоянию на сегодня. Потому что, да, она будет проводить тезисы и повестку, в принципе, за изменения, за то, что Лукашенко достал, за то, что Беларуси нужен новый президент, но, учитывая нехватку опыта публичных выступлений, нехватку опыта построения публичной кампании, то, в принципе, такие тезисы будут в значительной мере безопасны для власти. Таким образом, если подвести черту, мы имеем разбивочку, скажем так, каждого, разбивочку функционала. То есть, что мы имеем? Те кандидаты, которые могли играть на новые социальные группы, которые не были вовлечены в социальный договор, либо в общественный договор, то есть, я имею в виду городской средний класс предпринимателей, о чем говорил в прошлых видео, эти кандидаты, которые могут влиять на такие группы, они не зарегистрированы. То есть, такие группы, соответственно, они оставлены без своего выразителя. И власть надеется, либо в определенном мере изменением риторики, сменить на нейтральных положениях, возможно, снова-таки будут поездки в тот же самый Европейский Союз. Но уже, я думаю, что, скорее всего, с августа, возможно, какие-то еще другие подходы. То есть, данная группа, которая выражает протест, выражает недовольство, она будет убираться из политического протеста, но если не в нейтральном, то, по крайней мере, вне участия. Группа, которая, ну, люди-тервизор, то есть, стандартный избиратель Александр Лукашенко. В данном случае, тут будет, фактически, частично, протестный электорат подбираться Дмитрием, но это, в том числе и городской средний класс, но он будет идти в безопасном для власти русле. Госпожа Тихановска, она будет подбирать базовый электорат Лукашенко, который, в принципе, за Лукашенко голосовать сегодня не будет, то его часть. Но, снова-таки, это будет хороший спарринг-партнер для белорусской власти, потому что, ну, ее тезисы будут не такие хлестки, как даже мог бы сделать то же самое Тихановский, хотя у него с программными идеями были проблемы. Вот. Но, как минимум, с точки зрения презентации, она еще более слаба. Поэтому тут выбор просто, как раз-таки, безопасного варианта. Конопаска — это ответственность за коммуникацию с Западом, то есть, демонстрация того, что все нормально, и Черечень, по большому счету, это подстраховка. То есть, если возникает какая-то протестная группа, которая выпадает из охвата Дмитриева либо Тихановской, то на подхвате всегда есть господин Черечень со своими лозунгами. Именно поэтому, кстати, он сейчас контуры своей политики и не обозначил. Вот такой вот краткий расклад. Честно говоря, с точки зрения надежд на резкие изменения, он не такой радостный, но с точки зрения надежд на будущее, учитывая, что сами протесты на настроении, сами смены общественных отношений никуда не исчезли, это, в принципе, достаточно неплохая ситуация. Поговорим дальше о том, что будет после. Ну, во-первых, будет интересно посмотреть сегодня на акции протеста. То есть, это, по большому счету, активизация уличного потенциала, пусть он во многом такого анархистского типа за Цепкало и Бабарико, то есть, насколько сильно выйдут люди. Это посмотрим, потому что, если будет меньше 5-7 тысяч человек в общем по Беларуси, то ситуация будет выглядеть как управляемая для власти абсолютно на 100%, я имею в виду, с точки зрения городского среднего класса. Если власть не наделает идиотских ошибок, что, в принципе, она теоретически может сделать. Вопрос наблюдения за выборами, вопрос разворачивания просто компаний по защите голосов либо по контролю голосов, ну, он будет, скорее всего, утилизирован, потому что Дмитриеву во многом не доверяют, Конопатская этим заниматься массово не будет, а Черещинь не имеет соответствующего людского ресурса, Тихановская, ну, у нее проблемы с командой. Старые политические партии под любого из этих четырех подписываться не будут. Вот это вот, кстати, еще одна ключевая вещь. Это было рассечение от группы старой белорусской оппозиции, которая заняла выжидательную позицию на моменте сбора подписей. Прошу прощения, уже начинает журналист звонить. На моменте сбора подписей. И, соответственно, регистрация кандидатов сделала так, что новых людей, что, точнее, коалиции старых оппозиционных элит с новыми, ну, скорее всего, мы не дождемся, не увидим. Соответственно, вопросы защиты голосов, то есть вопрос наблюдения и протеста в будущем, они подписают. Но при этом само недовольство, оно никуда не исчезает. И вопрос дальнейших изменений, это вопрос все-таки выстраивания, выстраивания долгосрочной стратегии. Потому что к выборам надо готовиться не в год выборов, а как минимум года за три, за четыре. Вот, то есть, соответственно, у нас на носу будет, во-первых, кампания по выборам местной советы, которая пройдет, скорее всего, уже при новой системе местного самоуправления. Это очень интересно. Это чрезвычайно важно для изменений в Беларуси. Еще раз повторяю, чрезвычайно важно, потому что белорусские, в том числе оппозиционные элиты, либо контр-элиты для власти, они не имеют опыта реального управления, точнее, они его в значительной мере потеряли, потому что последний массовый приход в депутаты, хотя бы в местных советах, был в 2005 году. И, соответственно, сейчас ключевая задача будет это провести своих людей, чтобы они как минимум пощупали, что такое власть хотя бы на местном уровне. И эти люди не могут стать лидером мнений. Поэтому местные советы сейчас уже, как для оппозиционных партий, так и для новых групп, становятся ключевой задачей. Следующий этап – это политическая кампания в парламент и, соответственно, выход на президентские выборы. Ну и, естественно, это анализ действий власти, потому что, в принципе, повлиять через улицу можно, но снова-таки, когда к этому ты подводишь, и когда ты в том числе объединяешь людей за определенные тезисы. Не против всего плохого и за все хорошее, а за что-то конкретное, хотя бы группа. Потому что, несмотря на всю кажущуюся монолитность белорусской властной системы, да, она авторитарна, да, она исполнительна, но она неповоротлива. И те же самые фильмы по БТ, те же самые репрессии, они это показывают. То есть, если ты знаешь слабые места, то по большому счету перехватить власть ты можешь. Власть перехватывают не массы. Власть перехватывает организационно оформленное ядро, оно может быть небольшое, но которое знает, что оно хочет, и знает, какими методами оно этого будет добиваться. То есть, условно говоря, в белорусских реалиях это движение порядка 5-7 тысяч человек, которое может спокойно перехватить власть. Да, неполность. Да, это будет компромисс, но оно может. Вопрос в том, чтобы такое движение было, чтобы оно представляло, что делать дальше. На этом у меня все. Видео понравилось. Лайкайте, комментируйте, расшаривайте, подписывайтесь на канал и, естественно, поддерживайте меня подпиской на Патреоне, потому что данная подписка стимулирует меня снимать все новые и новые ролики. Всего вам наилучшего, ну, естественно, оптимизма. Не надо пускать руки.